Исторически сложилось, что в каждой крепости должна быть церковь. Крепость на соборной горе Волжской жемчужины не исключение. Шатровая колокольня Успения в Плёсе датируется 17 веком. Это зимняя церковь. Так её называют, потому что она отапливалась. Рядом находилась летняя, казанская. Её разрушили в 30-е годы прошлого века. Ежегодно в июле, после праздничной литургии, в День Казанской Божьей Матери, крестным ходом, прихожане, батюшка, прихожане идут на фундамент Казанской церкви. Живым иконостасом прихожане с иконами встают перед батюшкой. Проходит водосвятный молебен. Внутри церкви с 17 века сохранилось немногое. В советские годы здесь был сельхозтехникум с ремонтной ямой. Стены в алтарной, в прошлом расписанной живописцами, законсервированы побелкой. В трапезной на один из пасхальных дней стали стены мыть, и вдруг открылся один лик. Вот случайно совершенно это произошло. Потом попытались чуть дальше пройти, открылось. И таким образом была открыта полностью живопись в трапезной. Прихожане любят эту церковь. Каждый находит здесь икону по душе. У святой Варвары просят спасения от несчастного случая, внезапной болезни или смерти. У иконы неопалимая купина – исцеление. До сих пор с разных уголков области сюда приносят иконы. Церковь принимает все дары. Однажды у меня была группа инвалидов по зрению. Они особенно отметили намоленность церкви. И когда выходили, благодарили, чувствовали, что иконы намолены. Восстанавливать ограду здесь не стали. Кажется, что церковь утопает в аллее. На тенистых лавочках ловят вдохновение художники. Здесь гуляют частые гости плёса – туристы. Именно они пожелали, чтобы церковь Успения вошла в список номинантов конкурса «Россия-10». Об этой тихой обители веры должны знать по всей стране.